привет к нам уже кто-то присоединяется так сейчас назовем наш прямой эфир как будет называться секунду олюся привет мы сегодня с вами будем делать выкраску новых цветов разных марок поэтому поэтому я назову просто выкраска цветов этот эфир значит не пришло несколько цветов фирмы массура мы их сегодня с вами попробуем а еще у меня в заначке скажем так остались несколько клевого четыре цвета и гратолов всяких вот этих ониксов они довольно здесь освещены сейчас популярные цвета я решила показать какие они еще бывают потому что многие сейчас тащатся от гратола опала 0 1 но хотел вам показать какие еще есть так что не буду сейчас задерживаться на своей на своем лице так сейчас я уже подготовила подписала типсы цветов которые мы с вами будем выкрашивать так буду держать над комментариями значит сначала мы с вами выкрасим фирма массура первый цвет у нас будет b31 так у нас эффект стоит нет мы сейчас уберем эффект здравствуйте девчонки значит первый цвет вот вот такой атмосура мелкие мелкие блестки сейчас выкрасим эффект у меня по моему был от дарьи семёновой которая единорог в инстаграме этот цвет вот видно что он блестит но он совсем полупрозрачный наверное его даже лучше наносить на какую-то основу может немного как бы чуть по-другому или два слоя будет лучше ну такой прикольным блестяво и сейчас мы его отправим кушку так следующий цвет у нас будет этот цвет мне очень понравился его недавно показывала в stories это массура 294 511 как-то пом радужная улыбка что называется эти метод волосик какой-то попал нежно-нежно розовый и с мелкими мелкими блестками вообще пушечный и красился на ноготь очень прилично так сейчас как бы мне не убегать из кадра то есть вот видите я тонким слоем его все блестки точнее цвета которые идут с мелкими блестками они намного комфортнее наносится на типсу то есть вот супер тонкий слой видно до проплешины но в два слоя он будет идеально короче мне он очень понравился привет да те кто присоединяется так его отправляем если у вас есть какие-то вопросы может быть не по теме выкраски может еще какие-то можете спрашивать потом значит кстати у массуру сейчас вышло несколько новых коллекций вот этот первый блестящий как раз из новой коллекции для тоже из новой это темно-темно-фиолетовый конечно блестки очень плохо видно ну так может быть на бликах замечаете да наверное тоже как полупрозрачный ляжет ну да совсем в 2 может и даже в 2 не ляжет в 2 в 3 слоя такое прям полу если интересно потолще мы сделаем ну вот такой как какой он сверху на типсе конечно хотелось его видеть таким ну за счет его такой неплотной текстуры он прекрасно просохнет даже толстым слоем если его нанести и цвет прям крутой вот эти мелкие блестки которые просвечиваются у меня раньше такой был от фирмы тнл мне она очень нравилась мне его он и сейчас остался там черничное варенье цвет назывался но чё-то решила попробовать этот значит следующий у нас будет m101 я просто типсы сразу подписала поэтому как уберу такой цвет и выкрашиваю с вами следующий m101 это просто огненный красный он почти нету конечно никак неоновый есть один него новый красный крутой ну да можно его на подложку конечно нанести ну как-то лень в три слоя красить цвет получается подложки два слоя будет потом этого но как вариант конечно но я все цвета крашу всегда сначала в первый тонкий слой потом уже 2 такой красный то есть он разравнивается хорошо так промолвенный так ванка кстати светится как неоновый значит в кафешке в какой-то же будет светиться так следующий нас будет м 80 называется лак путь а путь у нас знаете какой какой-то коричневатый но такое он уже по комфорт не наносится и красный и он чем те которые с блестками то есть поплотнее цвета уже тоже очень хорошие у меня у клиентов пользуются такие спросом цвета и нежно кори какие-то коричневые бежеватые суши предлагаю накрасить второй слой этого b31 мне кажется он же должен оправдать себя делаем второй слой я набрала конечно капельку побольше ну да вот если делать потолще прям цвет вообще классный я не знаю передается это в камере нет может мне свет пониже пустить и тогда мне кажется поярче на блики видно как переливается в вот так еще суперски короче думаю этот цвет должен зайти так и предлагаю туда фиолетовый сразу тоже накрасить старым слоем он девчонки даша или привет рада видеть вас своих прямых эфира и вот темно-фиолетовый которая показывала первое что полупрозрачный сейчас попробуем второй слой я думаю что на ногтях должно хорошо лечь и даже без просветов здесь поднесу тоже блику вот видите там мелкие такие фиолетовые клевые блестки должны ты у нас теперь как любитель красного просто обязаны будешь его сделать текст сейчас у нас еще две массу расстались 96 называется завтра так я уже не помню а это у нас темный синий у меня уже есть несколько темно-синих я решила попробовать еще один тоже такая приятная текстура кисточку правда хочется помягче этим лаком так и несу сейчас поближе такой темный немного с фиолетовым подтоном классно идем дальше я думаю все цвета в один слой выкрашу уж не буду вас мочить двумя слоями ну так покажу что нового появилась у нас вот это бирюза это тоже новая коллекция у массура не взяла два цвета попробовать как раз тот красный из новой коллекции и вот этот бирюзовый 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 кстати уже на мамину своей пробовала нам понравилось так мы кстати с мамой такого чувака нарисовали на этом бирюзовом цвете я вам еще не показывала текст такой летний цвет классный также отправляем на сушку и теперь у меня многие девчонки ждали выкраску вот этих ониксов и опалов меня нет к сожалению опала первого который все так любят так давайте на 1 сразу их выкрашивать так опал 3 номер значит 1 это такой бежеватый цвет с розовинкой из много-много голографических блесток в нем сейчас сразу выкрашу 3 и оникс 12 чтобы просто показать разницу что один более розовый а тот побежевее 1 но не кстати вот у этих блесток есть проблема концу носки некоторые блестки пропадают ни одна девушка тоже это писала я тоже на это потом обратила внимание так один вот розовый прям поярче этот такой побежевее на сравнении когда видно лучше текст и вторые два оникса остались 14 10 это голубенький цвет 14 покажу девчонки кто использовался вот этими градолами ониксами или опалами как у вас обстоят дела с этими мелкими блестками они у вас остаются концу носки или нет или вы какие-то может быть специальные базы подбираете так голубой такой нежный тут тоже много блесточек так это выглядит потому что у меня с какими базами я не пробовала блестки все равно пропадают конечно именно с градолов сками базами я не пробовала но вот ну со всеми моими другими от массу рыб от ванны и вот так далее эти мелкие блестки пропадают народ все смотрят все молчат или никто не пользовался так следующий нас фиолетовый мед кстати как-то девушка спрашивал какие цвета должны быть в палитре у начинающего мастера и я и обещала пост вообще на эту тему написать но пользуюсь случаем хочу сказать что мне кажется вот такие цвета с каким-то мелкими блестками они прям ну хотя бы парочку должны быть это прям будет пользоваться спросом сто процентов потом значит эти ониксы выкрасили плюс ты записываешь себе какие-нибудь цвета пробуем давай сделаем с тобой следующий раз и следующая фирма это клио тоже четыре цвета такие ну-ка расскажи что-то себе выписала так начнем с такого прям летнего оттенка клио 267 яркий неоновый розовый такой прям еще пушечный он у меня стоит не выкрашенный аж с того лета я уже девчонкам его делала и на море ну его на палитре все никак не было клио мне очень нравится своей кистью на такая мягкая и влаг распределяется прям очень круто мне безумно они нравятся что вот эти клио эстет что-то у меня по моему еще есть скажу есть клея такие просто в белых флакончиках тоже суперские вин винсал или вензель и что-то даже такое вот вензель слышала вензал такую фирму не слышала нет блестки держится у меня нормально они просто исчезают с покрытия не знаю как объяснить просто как будто испаряются о катюша привет рады видеть знакомые лица в своем прямом эфире тех людей которые мне пишут в директ или что-то лайкают так следующий номер у нас 205 тоже клеем это короче такой черный и там много-много серебристых блесток покажу блин такой на типсе полупрозрачный но в жизни он не такой вот так он переливается вообще круто я как-то делал уже девочки такой цвет прям было суперски если осталось фоткой в том stories выложу так и осталось парочку цветов 125 кстати осталось два нежных цвета розовый и бежеватый бежеватый 125 кстати сейчас покажу как вообще если полусухой кистью наносить клеем да не вот прям можно сказать то есть вся тип сюда вот закрашивается ну блин тут видно конечно просветы но для пастелью мне кажется это вообще огонь посмотрите короче клеу это прям одна из моих любовей я люблю слой чуть потолще чтобы нормально все разровнялась еще мне кстати сейчас начали нравятся эти ну и филиппо тоже классные цвета у них такой бежеватый значит у нас цвет и 84 и это такое уже розоватый цвет хрюшки называю я его тоже накрасим полусухой кистью чтобы вы поняли какие они крутые ну короче вот так клеу прям моя любовь но естественно тоже видно какие-то может проплешины но я нанесла прям сухой кистью ценовая категория клео честно говоря я не очень помню ну я думаю что в районе трехсот пятидесяти рублей а вот эти которые маленькие баночки вот которые красный цвет а сейчас покажу клео эстет короче вот эти в больших баночках мне кажется рублей 350 они стоят сейчас покажу какую я другую показывала а вот эти клео в баночках поменьше мне кажется они еще дешевле стоят не 200 или 250 их конечно тут меньше то 8 миллилитров против против 10 миллилитров кажется такая большая разница вот ну по-любому эти которые меньше они дешевле сейчас вам покажу этот клео из маленькой баночки меня кстати вот этот клео в такой же баночке был камуфляж и он меня выкрасился так и не попав на мою палитру буквально я не знаю за пару месяцев короче прям разлетелся я покажу красный так выглядит этот красный тоже ну считайте в один слой прям ну круто лежит мне нравится красный это тоже уже несколько раз был на девчонках но и как на палитру я его не украшивала так меня тут кстати еще в моей заначки осталось несколько волгов ских цветов не знаю интересно вам продолжать выкраску или закончен окна моя мама присоединилась представляете у меня короче осталось несколько таких позднее свидание называется мокрый асфальт и невинные шалости я еще думала что тот эфир мы те цвета будем дальше выкрашивать поэтому я на эти цвета даже не готовила типсы вот эти цвета все они серых плотность вроде хорошая просто еще себе лайки хороший так как начинающий мастер интересно значит продолжаем тогда у меня еще рядышком есть типсы мы можем все выкрасить ну на данный момент вот как начинающему мастеру если у вас есть как называть средства то вот клево прям вот круто у массуры мне нравятся цвета которые нежные если то именно с блестками то есть вот как вот этот цвет я показывала нежный розовый да с блестками прям круто ложится если конечно брать вот эти яркие они какие-то как витражные полупрозрачные не знаю почему так вот потом значит чего еще чего еще так ладно сейчас пока в бок выкрасим тогда так начнем тогда кстати если вы начинающий мастер благо пока есть средства это радует у меня кстати говоря кто-то спрашивал как я подписываю типсы пока вот меня чтобы потом не потерять что это был за цвет подпишу сразу обычный вообще любой маркер то есть я подписываю клио 18 жду пока высохнет и потом просто сверху топом без липкого слоя перекрывают надпись чтобы она не стерлась и все так то что на за цвет 84 вот и таким образом можно сэкономить пока на наклейках так это кстати у одной девушки смотрела тоже отзыв сейчас очень все прутся от наклеек от нади не помню как не аккаунт называется в общем я не прям не понравились я так расстроилась думала у нее может быть закажу когда-нибудь но что-то нет она сказала что не слишком толстые да да кстати лак линта той же полусухой кистью мы вот проводим разравниваем цвет разравняли цвет у линта тоже очень хорошая плотность не знаю насчет на самом деле других цветов у меня только один вот этот не но мне понравилось как он по плотности вообще себя ведет так и три цвета у нас осталось это такая серая подборка мокрый асфальт позднее свидание невинные шалости он полный немного с фиолетовым подтоном да немного фиолетовый это не то значит вот линты это мой первый серый такой самый светлый ну из тех что мы сейчас выкрашиваем потом за ним идет мокрый асфальт это уже фирма вог так вот кстати вот мне многих лаков очень нравится консистенция тут я как-то с девушкой с одной переписывалась ей что-то в них не понравилось вот вог да тоже совсем прям тонюсенький слой и все хорошо легло так это был мокрый асфальт и самый темный серый у меня это мог позднее свидание точнее сейчас тоже прям супер тонко нанесем посмотрим на самом деле все эти цвета у меня уже давно стояли я их тестила уже на клиентов но мне нравились как они вложились сейчас просто пришло время когда наконец-то можно их выкрасить на типсу ну вот тоже может сказать он лег идеально в один слой да но конечно такое ближе прям какому-то черному к эта грязь к попала щас я уберу ща мы подкрасим какая-то волосинка нас подвела скажи его суши так что у меня а и остались невинной шалости такое говорю серо но с каким-то фиолетовым подтоном я попробуем тоже супер тонким слоем его нанести и показать ну в общем вот как его к ложится да то есть той же я кистью прям вожу и прям круто так что vogue мне тоже нравится тоже его советую вот у нас уже не все цвета то есть большинство только какие-то светлые с блёсточками тоже какая-то волосинка попал так вся его просушу покажу вам эту подборку из серых моих цветников так и сейчас покажу тогда вам последний мои два цвета уже которые прямо у меня остались это темный темный синий он прям вообще знаете такой как я не знаю морская какая-то пучина такой прям он темный темный как чернила просто то есть на камере даже ну может видно да он там синим отдает чуть-чуть виднеется но кажется что он прям чё черный такой прям на эти отдает немного в какой-то фиолетовый им кстати а ну вот и когда его наносишь видно что он такой синий такое ощущение что он это как витражный на самом деле нет ну так поближе он выглядит читала много хороших отзывов о фирмах airbix винзал airbix я видела у других девушек сама не работала винзал вообще впервые впервые слышу и как-то ну пробовать реально не доводилось не знаю так вот такой нас темный синий черный кстати вот у меня есть честно ногтях это вот это около кутикулы то что это был он вот так выглядит сейчас мои ногти им кстати вчера стукнул месяц я вот думаю когда у меня найдется время их поменять так ну и все самый последний цвет самый-самый это леонейл тоже какой-то синюшный меня прям иногда пропирает и какие-то синие оттенки я их скупаю мне кажется не знаю как а потом меня синими никто не красит ко мне сегодня кстати на маник приходила девушка она тоже мастер маникюра она тоже говорит у нее прям она скупает всякие синие и не синие но большинство камуфляжики делают так ну и вот возьмем в пример тот же это у нас кстати ли они академия 36 но вот этот цвет ну видно что такое полупрозрачное какое-то не знаю как он будет на ногтях я даже его еще ни разу никому не предлагала и не пробовала но у леонейла есть несколько других цветов которые мне вполне себе нравятся но к сожалению они уже выкрашены так что я вам их не покажу все вот эти как это маги богатство а я выкрасила так еще присматриваюсь к сан профессионал блин вы называете такие фирмы честно я даже ни разу таких и не слышала нет не знаю так сейчас покажу что у нас тут получилось они тут у меня уже правда все вперемешку и опаловский и оникс от ротово x синюшные вот смотришь да вот зачем я купила вот эти три синих я вот кладешь в этом нет они конечно разные ну блины вот зачем не столько синих сейчас сижу как раз сделаю градиент сан блин честно говоря я даже ни у кого не видела эти сан лаки даже ваще никаких мыслей про них нет вообще ничего сказать не могу так потом мне кстати мари тут как красивое сочетание серого с розовым прям крутяк и вот этого черного с блестками с этим розовым прям круто смотрится чё тут еще у нас есть это эти блин ониксы с блестками вы просто обязаны их попробовать ногтях они смотрятся прям божественно ну короче по итогу сегодняшней выкраски я хочу вам сказать что клио прям пушка для начинающего мастера не прям будут очень легкие в крашене ногтей и и и и что еще советую любые лайки когда они с блестками такие нежные пастель нежная пастель с блестками всегда ложится гораздо легче когда в ней есть блестки потом чё в принципе все вот эти все цвета вот я сейчас их выкрасила в один слой круто я довольна этой выкраской оникс это не ой это не фирма это вот эти гротол они просто это как линейка у них такая вышла помните вот этот бум был на гротол опал 0 1 а вот эти я выкрашивала гротол оникс а я прилипла 10 14 и 12 ониксы и вот 3 я показала опал это вот эти голубенькие сейчас я их соберу по сусеком вот голубенькие фиолетовые как выглядят можете заскринить чтоб потом не потерять ну прям очень круто на ногтях прям будет круто смотреться опал да есть который 0 1 я до него так и не добралась честно говоря все хочу хочу но никак не закажу так все я возвращаюсь со своим эффектом ну вот говоря также о палитре начинающего мастера у меня сейчас я еще недавно показывала марку вики там лайки стоили буквально по сто двадцать девять рублей ну качество очень даже себе поэтому когда начинающие мастера говорят что у них нет там денег на чтобы купить много разных лаков вы просто плохо ищите марки не обязательно покупать сразу цветники там по 1000 рублей у люксио правильно убить и фри есть маленькие флакончики в миниатюрчиков я не помню сколько они стоят но они доступны и не кажется любому мастеру даже начинающему поэтому не нужно там тратить какие-то баснословные не знаю миллионы на эти палитры потом что тут еще ну вот у клео я показывала тоже есть флакончики поменьше и они уже дешевле хруяма тоже по 250 рублей тоже недорого и всем доступно так что главное под это все даже кстати некоторые именитые мастера до сих пор пользуются блюскаем все мы до знаем что блюзка это плохо все дела но главное какую-то базу под этим нанесешь если какую-то блюскайскую конечно скорее всего у тебя будет носиться не очень и с ногтями потом через время или какие-то хочу палитру на купить тысяч на 5 вот ищу ну отличный вариант особенно когда вот в миниатюрах набрать каких-то знаете например но я думаю у вас уже набралась какая-то клиентская база наверное по своему опыту скажу что большинство клиентов это любят бежевые цвета все у меня тут засвеченные не видно короче всякие розовые с блесточками бежевые все оттенки какие-то теплые нежные бежевые такие таких и лаков лучше взять например да ну хотя бы несколько в больших флакончиках чтобы их хватило надолго а например каких-то редких лаков да ну не знаю там например вот эти яркие розовые да ну не все осмелится именно красить или например те же какие-то темно-синие и так далее лакрис нет не пробовала я даже такую фирму тоже не слышала мне кажется это что-то совсем неизвестно не знаю сколько лази в инстаграме ни разу не встречала даже ни у кого не знаю а значит потом что еще я остановилась на том что больших бутыльках стоит покупать цвета которые пользуются спросом до всякие бежевые топлые розовые и так далее а в поменьше набрать всяких разных синих фиолетовых зеленых не знаю ну короче каких-то таких нестандартных для ярких неоновых я пигмент взяла вмешивать белый кстати как вариант очень отличный но я честно говоря так никогда не пробовала это конечно тоже заморочится наверно мне на самом деле кстати лежат пигменты я думала этими пигментами когда-то я их покупала и эти пигменты хотела посыпать на венделя я думала я буду белый гель пасты рисовать венделя посыпать этими пигментами их но что-то пошло не так короче я на одной типсе так сделала но чтобы клиентам показывать чтобы они выбирали этот дизайн но его никто не выбрал а через время у меня стипсы вообще отвалился этот посыпанный вензель этим пигментом вот ну короче у меня до сих пор стоит целая коробочка с пигментами вообще не открытыми даже этой коробочке уже года три представляете так какими базами я пользуюсь сейчас расскажу кстати вы так грамотно задали вопрос никакая база самая лучшая какие базами я пользуюсь это умный вопрос на самом деле потому что вот это ваша любимая база это прямо ну блин это уже такое настолько вопрос за какая ваша любимая не может быть любимый правильно так попробуйте может зайдет да на самом деле мне проще купить неоновые цвета и не париться ничего не замешивайте мне так проще а пигменты эти ну не знаю может я их вообще когда-нибудь разыграю они понадобятся кому-нибудь а я сделаю бокс с подарками у меня куча слайдеров неиспользованных я еще со времен когда занималась просто обычными лаками накупила этих слайдеров думала буду клеить себе там я не знаю в каких количествах короче у них просто куча огромная и до сих пор даже клиенты их уже не выбирают как-то какие-то другие выбирают короче тоже думаю может когда-нибудь я сделаю корю бокс там будут пигменты слайдеры все что у меня не зашло может зайдет у какого-нибудь начинающего мастера ну и ему это пригодится так вот про базы значит базы если брать рубер да то я пользуюсь в основном ванейл это наверное да единственный а нет еще у меня есть линта раббер но она более пожестче чем ванейл раббер потом у ванейл короче мне нравится вообще вся линейка баз это софт это раббер это стронг это hard софт самая жидкая я пользуюсь крайне редко для ногтей на которых все стоит вот она подходит для них она жидкая сразу ей быстро все выровнялась а значит потом ванейл раббер это уже ну то есть эластичная база она подходит я чаще всего ставлю в общем на мизинчик и на безымянный вообще знаете как я делаю своей работе чаще всего да ванейл пушка прям чаще всего своей работе на мизинец и на безымянный и ставлю практически вообще любые базы ну большинства этот способ держится прямо отлично прям любую ставить на мизинец и на безымянный потому что это не рабочие пальцы а на вот эти три я всегда делаю сначала подложку из любой эластичной базы и потом сверху какую-нибудь жесткую то есть это такое мини экспресс укрепление и покрытие носится легче хотя бы конечно затратите на это чуть больше времени буквально там на пару минут вот но зато покрытие будет лучше стоять значит что еще ванейл я сказала у луи филиппа говорила что мне нравятся цвета но однажды мне довелось повезти я участвовала в каком-то конкурсе тоже была прикольная история ко мне шла клиентка мне кажется наверное на однотонный маникюр ну в общем не знаю вот и в этом конкурсе нужно было нарисовать стича я звоню говорю слушай мне нужно для конкурса нарисовать стича давай попробуем я тебе в подарок нарисую только пожалуйста давай мы его нарисуем не нужно его срочно выложить чтобы поучаствовать в общем она соглашается мне кстати этот стич даже есть в ленте и кстати вот на этом ярко-розовом цвете значит она приходит мы рисуем этого стича я его выкладываю и кстати это было летом того года потому что когда мы его сделали на следующий день мы с мужем на тот момент еще не с мужем мы ехали в магазин покупать ему свадебный костюм я все это время ехала и смотрела прямой эфир и точно знаете как это бывает обычно ну как вот это с к тем кто выиграл с этим генератором чисел каких-то да мы ехали в машине я просто у меня лежал телефон на коленках и вот просто я что там смотрю на дорогу куда мы едем чего-то еще я просто я слышу таня нэйлс я такая просто думаю что я смотрю в экран и там я представляете ну короче это прям непередаваемые эмоции когда ты смотришь прямой эфир называют твое имя и ты реально выиграл ты просто смотришь думаешь да блин да не может быть такого просто рандомно просто я вы как-то выложила своего стичи и их отметила и просто на следующий день я выигрываю короче я тогда посчитала что это такой мой подарок на свадьбу потому что мы тогда к не готовились вот поэтому но эти слова знаете чисто для тех кто вот нету писал директ как-то что смысл участвовать в конкурсе я все равно не выиграю там еще что то я считаю что надо просто пробовать иногда то есть я тоже не во всех конкурсах выигрываю но периодически мне везет это был кстати не первый раз это уже один из последних так что еще про про базы еще не договорила артекс корректор раббер мне когда-то когда я только начала работать года два назад она можно сказать стояла чистого щена всех ногтях прям вот железобетонно в какой-то момент она перестала выполнять эту функцию почему-то я от нее отказалась но так случилось что на некоторых клиентах у меня больше ничего не стояло кроме нее поэтому до сих пор я ее закупаю использую для некоторых клиенток значит потом чем не там еще и показывала а последняя одна из моих новшеств это у нас тронг очень не нравится и несмотря на что на то что она стронг она стоит без подложки и на коротких ногтях и на длинных она не дает усадки жесткая видимо в меру видимо там какой-то что-то эластичное есть поскольку да она не отслаивается и все отлично прям мне очень нравится у нас стронг это у нас желтой полосочкой у меня просто весь ящик с базами с той стороны мне лень вставать ну если вы вдруг не знаете как она выглядит я вам покажу вы напишите значит что потом еще я люблю а про луи филипп я рассказывала же к чему что вместе с цветами точнее вот этот конкурс который со стичем а я выиграла набор цветов от луи филипп а также они мне прислали топ и базу и вот я попробовала базу луи филипп стронг называется она подходит то есть она жесткая да ну тоже я говорю немного как бы с чем-то эластичным да для довольно ну для крепких ногтей это по-любому но для не совсем убитых ну под убитеньких таких и тоже она хорошо стоит без отслой чик мне понравилось так и потом что диву диву пробовала ли я диву я пробовала дива робер у меня была база вы знаете она подошла только двум моим клиенткам я ее не тестила там какая она эластичная или нет на тот момент просто к концу баночки она у меня превратилась в такие прям знаете сопли сопли я решила что больше я ее у себя видеть не хочу хотя сейчас по моему до вышла дива премиум многие хвалят не знаю мне моего набора хватает вот потом еще и сейчас пользуюсь линта линта робер и линта легенд робер точнее это обе базы они очень близки к гелю они довольно твердые но робер как довольно эластичная но в то же время как бы твердые да интересно я объясняю конечно вот на хороших ногтях в общем она стоит огонь под не очень хорошие она требует подложки а легенд это уже можно сказать как гель в баночке его только на подложку либо из этой линта робер либо они кстати выпустили сейчас какую-то новую штуку именно под эту базу прям промазывайте и якобы этой базой мажете сверху и прям супер ну не знаю я не пробовала у меня стоит на той же ванны лрабер одиссей как вы прям хорошо написали я тоже про нее слышала и знаете скажу были отзывы просто хвалебные что она подходит прям там хрен знает для каких ногтей вообще супер пупер я ее купила она даже сейчас у меня стоит у нас даже в эфире осталось 15 минут я могу с вами ее затестить вообще какая она по жесткости короче без подложки она вообще не стоит она короче отваливается прям пластами прям капец вот но для того чтобы использовать с подложкой я подумала что на хрена нам не нужна у меня есть другие всякие hard базы строк базы это что не вижу смысла иметь ее у себя в арсенале вот и так она у меня до сих пор стоит да сделаем тест ну окей сейчас о аня привет мой сосед в эфире аня что ты там делаешь за моей стеной так сейчас нет какой-то файлик такой вот она заветная база это одиссеевская я наелась на ночь теперь лежу перевариваю она переваривай со мной в эфире так сейчас как там значит мы мажем тонким слоем сейчас мы ее так сейчас на нас немножко выльется ну грубо говоря да вот мы взяли каплю сейчас мы ее растянем чисто мой идеальный блик правда так у нас как раз для этого теста не обращайте внимание на мою супер чистую лампу лампа у меня для выкраски типс так вот я так однажды с этой базой чуть не потеряла клиентку не кстати срок годности два года верно в этом году он закончится в общем я ее оставила может быть под какие-то дизайны но флакончик у нее прям вот стильный согласитесь прям вот этот колпачок зеркальный это надпись боку прям круто я еще знаете в то время была подписана лейли сейчас я пока переверну пока она сушится база как раз у нас осталось 10 минут не это лампа свинюшка у меня для типс чека моих интересных короче я была подписана на лейли шоп может быть вы слышали я кстати там закупалась какое-то время вот этими линта с база чуть-чуть остынет кстати если делаете вот так тест баз знаете да что сразу ее нельзя то есть нужно подождать чтобы она немного остыла надо ее кстати обезжирить чтобы это не трогать ручками нашими так ну вот я была значит подписана на этот лейли шоп и в какой-то момент они начали очень сильно рекламировать эту базу одиссей я как какой-то осмысленный мастер не знаю на тот момент повелась такая купила и кстати на тот момент очень много кто из блогеров ее показывал не знаю может именно тест прислали может еще что-то ну короче прям много кто и так захвалил что мне прям очень захотелось ну и вот я разочаровалась вообще ни о чем и кстати после этого я решила что больше базы а то на и кью наверное я не куплю хотя мне очень интересно затестить которые у них вышли вот эти bt еще какие-то с циферками в общем я бы их затестила вот а так пока нет так сейчас база еще немного подостынет у нас давайте смотреть так вот наш кусочек заветный сейчас я прикреплю телефон так ну смотри те база довольно эластичная это значит то есть вот она прям хорошо гнется да чем попробуем другую сторону сломается или нет то есть видите ну прям довольно она хорошо гнется то есть база эластичная значит она должна у меня в подписках есть на и окрас нити база тесте на днях вот эти которые новые до bt я видел уже много кто их тестил до меня у меня руки пока до них не дошли в общем вот это одиссей вот она эластичная то есть да она должна была хорошо стоять на ноготках по крайней мере до хороших по крайней мере до хороших но нет вот сколько я уже ее гну на не ломается хотя может если тут побольше но нет даже вот я почти прям вот уже сложила вот короче база эластичная должна наверно хорошо было стоять на ногтях но она этого не сделала я так чуть не потеряла клиента вот но слава богу мы потом списались решили как-то а нет кстати вот сломалась значит как-то не до конца она прям эластичная но все равно сами видели да что на в меру жесткая в меру эластичная должна была хорошо стоять но нет поэтому в их продукции после этого я немножко расстроилась но в то же время у меня их есть и стемпинг и краски для стемпинга мне нравится и даже этот как ее забыла что хотела сказать а штампик их он кстати поначалу не все рисунки переносил потом я его немного забафила он стал даже тонкие линии очень хорошо переносить так что вот стемпинг да одиссею нет вот если есть еще вопросы у нас с вами есть пять минут можете что-то написать если нет я тогда пойду делать второй слой на свои типсы и покрывать их всех топом кстати сейчас покажу так это что тут такое а это кто-то ко мне запрашивался а светлана хочет ко мне прямой эфир не сегодня вот таким топом от теннеля я перекрываю вот эти свои надписи на типсах и они потом ну то есть держится до тех пор пока я не решу их поменять ну в принципе и все раз тогда нет я с вами прощаюсь было приятно провести со всеми вами этот вечер спасибо всем тем кто остался до конца что у меня на голове вот я пошла тогда дальше мучить свои типсули все девчонки счастливочки эфир сейчас сохраню а